Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 688. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мёртвых. За 31 октября 2017 года. Вот, есть у нас ролик один. Кто желает, можете посмотреть. Это где-то в мае я разговаривал с одной женщиной. Вот, она не сознаётся, что она имеет связь со свидетелями Егова. Их надо называть действительно свидетели башни, а не Егова. Си или Си. Слово Егова тут и не надо даже было произносить, как бы оно в суе не оказалось. Ролик называется Псалом 38.12. Рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. 3 июня 2017 года. Перед самым отъездом. Около часа беседовали и даже побольше. Советую посмотреть. Я сам заново посмотрел и там многое нашёл. Ну, вот оно как. Вот это вот её номер какой есть. Дальше как беседовать. Ну, допустим, ну, кто не знает где, как ты. Контр только нажми, на неё давни, вылетишь туда. А по-русски зарядить вот это вверху, как называется. Прослушать внимательно. Женщина дерзкая-дерзкая, ничего не хочет слушать. Пропитанной ересью. Прямо из неё это фонтанирует. И как расстались. Вот некоторые называются там миссионерами. Пусть они посмотрят и узнают, как это. Они близко не стояли к этого слова «миссия». Вот этот ролик пусть прослушают и посмотрят. Юрий Соболев. Из нового интервью отца Андрея Кураева, в скобках, из ваших трудов, буквально фразы, Игнатий Тихонович, двоеточие, кавычки. «Монашество дало много прекрасных судеб и примеров. Оно влюбило в себя церковь. И тем самым вытеснило саму возможность иных влюблённостей, иных путей, иных образцов. Оно на корню убило иные возможности мирянской праведности. Поскольку именно монашество стало в церкви мейнстримом на многие века вперёд, в итоге в православии не появилось проекта святых мирян, обычных людей, которые живут в городе с семьями, с детьми. Живут и спасаются, и становятся святыми примерами для других, тоже живущих в городах и сёлах, а не в пустынях». Пропуск. «Может, если бы не было монашества, в церковно-приходских школах рассказывали бы, «Такой-то работал на таможне и не брал взяток. Вот ведь чудо какое!» Нам бы рассказывали о супругах, которые умели прощать друг друга, а не о монахах, которые героически боролись с анонизмом у себя в пустынях. Были бы рассказы о святых педагогах, которые смогли своих детей и подростков сохранить для семьи и веры без члена вредительства. Монашество, начавшись как бегство от власти и городов, вернулось и туда, и туда, порой даже вопреки своему желанию. Оно стало властной монополией. Корпоративные психологические проблемы этой группы людей были объявлены главными темами духовной жизни. Они сами создавали себе проблемы и героически их преодолевали. «Заметьте, я говорю не о плохих монахах, а именно о хороших». И тот, кто стоял в стороне от этой их келейно-постельной войны, стал считаться дезертиром духовного фронта. В течение многих веков корпорация монахов, которая взяла власть в церкви, не признавалась семейных людей образцом для подражания. «Принять святого в обычном человеке, который жил с женою, родил детишек, воспитал их, благочестиво жил, творил добро, для монахов было не в моготу. За полторы тысячи лет их церковного всевластия практически ни один семейный человек не был монахами допущен ко внесению во святцы, если он не мученик, не юродивый и не царь». А то говорят, сегодня вот там священники такие в Бутово, которые были канонизированы, но опять же только мученик. Он говорит, если он не мученик, просто жил. Ни одного, даже священника. То есть с той поры, когда в православии официально регламентированные канонизации стали совершаться церковной властью, то есть решение стенодов и соборов о причислении к лиху святых, а это где-то с 11 века, через придирчиво монашеское сито не прошел ни один семейный священник или диакон. Юрий Соболев. Аминь. Вот, еще далее по интервью Кураева занятный штрих. Кавычки. История с пустьками, ну вот в храм Христа Спасителя эти плясовицы-то забегали там, показала, что даже у священников Евангелие открывается на разных страницах. «Я как ни открою, вижу Нагорную проповедь, благословляйте проклинающих вас». А у тех, кто вторит за патриархом, любимая сцена – это Христос, который бичом изгоняет торговцев из храма. А я им говорю, отцы, да посмотрите, он же из храма-то выгоняет не пусик, а торговцев. Вот ведь ирония-то Божия, на пусик в суд подала продавщица церковная. Вы уверены, что если бы Христос вошел в храм Христа Спасителя с бичом, то выгнал бы оттуда именно пусик? А может, настоятели и ключаря, тех, кто устроил там сувенирную лавку? Вот это диакон Сиаруси. Я отвечаю. На нашем православном библейском сайте помещены 76 вопросов о монашестве ко мне. Это номер 55 папка ответов. Ответы даны мною согласно Святой Библии, канонам церкви, трудов святых отцов и житий святых. В книжном варианте это седьмое и восьмое тома открытым оком. Слово «монашество», «монастыри», «монахи» у меня встречается в 33 томах открытым оком 7537 раз. У апостола Павла были друзья женатые, и они ходили на труды благовестия вместе с ним муж и жена. И это нисколько не удручало и не смущало Павла. Он это воспринимал как Божий дар, как Божью истину и как Божью жизнь во Христе. Это я уже на это отвечаю и беру один вопрос из своих книг. Деяние 18, 26. «Аполос начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прискила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Не монахи ему объясняли. Римлянам 16, 3. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе». Вот они канонизированы, деваться никак нельзя никуда. А ездру не любят. С 4 века деятели иноческих подвигов немедленно бы развели их Акилу в один монастырь, а Прискилу через реку в другой монастырь запечатали. Непременно, ибо так поступали все монахи во всех житиях, особенно у Пахомия Великого. 11 тысяч мужиков. И ни одного никуда не вывел. И вот сидят они там, дуются и борются с анонизмом. Ну, спрашивается, для этого ли Бог нас избрал. А его сестра, он ее через реку там поместил. Вон, то и 3,5 тысячи было. И они там борются с видениями. А видение то, рыцарь выкрадывает ее, увозит домой. И они борются всю жизнь этим. И вот однажды они хворост собирают, и вдруг он застыл, как говорят, в прострацию впал. Видение, как Серафиму Саровскому. Побледнел, хворост уронил из рук. Монахи замерли. Ава что-то видит. Ну, что он видит? Ну, конечно, что он видит-то? Видит нас на небе. Тут и догадываться не надо, но пусть он сам скажет. И вот он пришел в себя. Аня, Ава, а что ты видел? Ой, братья, ой, что я видел? Ну, что видел? Ров глубокий, темный-темный. Ни одного лучика света нету. Друг друга не видим, и мы все там во рве, монахи. Сплошной кромешной тьме бьемся друг от друга лбами. Некоторые стену нащупали, пытаются лезть и срываются. И только и один или два, может, там вылезли, единицы. Да как? Это мы, монахи, во тьме. Да как это видение мне было, братья. И что, мы друг от друга бьемся? Так вы же все время сражаетесь. Кто еще сказал? Что такое троица? Монофизиты, монофилиты. Да это же про нас говорится-то. С четвертого века. Вот так. Или это одно и то же, что и при апостолах. Явно, что первый путь давал плоды и жизнь народу, а второй высасывал из народа самых ревностных и угроблял их, что приводило к полному вымиранию веры в народе. Из одной книги, я назову ее, страница 524. Значит, книга не маленькая. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели инощество, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Я это выделю и увеличу вот так. Немножко хотя бы увеличить. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. На месте древних знаменитых обителей теперь едва можно встретить только развалины, где питают несколько иноков-коптов. Это книга «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества». Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. Сидоров А.И. Ну, я взял и добавил немножко и Слово Божие. Деяние 18.18. Павел, пробыв еще довольно дней, Простился с братьями, отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила. Муж и жена. А монахи там сидят, лбами бьются в пропасти. Стихотворение. Пусть все поругано веками преступлений, Пусть незапятанным ничто не сбереглось, Но совесть и укор сильнее всех сомнений, И не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нещетно совершилось. Недаром средь людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось, И распахнулся в вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового Источник истины живет, не заглушен. И над руинами позора векового Глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отторгнут тьмою, Но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не властью внешнюю, а правдою самою Князь века осужден, и все его дела. Это 1894 год, Владимир Сергеевич Соловьев, Александр Марьясов. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Написано все верно. И многим, конечно, оно не по нраву, но это так. Эту тему я знаю с момента нашего с вами знакомства. До этого я как-то даже не придавал этому никакого значения. Мне казалось, что эти люди с рождения такие. Это уже потом, после бесед с вами, я увидел, Как много потеряно в России через этих людей. Именно в плане благовестия. Я не говорю, что они плохие. Нет. Я говорю о притче, о талантах. Так как он в большей степени оказался зарыт. Много писал в своих письмах об этой теме Святитель Игнатий Бринчанинов. А он-то не всегда лестно, А порой с огромной критикой отзывался о людях, Живущих в монастырях. Святитель Игнатий Богоносец. Бринчанинов. Письмо 102. Важная примета кончины монашества – Повсеместное оставление внутреннего делания И удовлетворение себя наружностью на показ. За такое жительство чуждого внутреннего делания, Всего единого средства к общению с Богом, Человеки делаются непотребными для Бога, Как Бог объявил допотопным прогрессистам. Однако даровал им 120 лет на покаяние. Письмо 103. Относительно монастырей, Я полагаю, Что время их Кончено. Вот интересно, Некоторые, Я Игнатия Бринчанинова люблю, Я Игнатия Бринчанинова люблю, И пойду в монастырь, наверное. Но время их что? Кончено. Что они истлели Нравственно. И уже уничтожили сами по себе. Это современник Пушкина пишет-то. Если бы, как вы говорите, И решились восстановить монашество, То нет орудий для восстановления, Нет монахов, А актер ничего не сделает. Дух времени таков, Что скорее должно ожидать Окончательных ударов, А не восстановления. Спасающийся да спасает Свои души, Сказали святые отцы. Письмо 104. А монашистия писал вам, Что оно доживает в России, Да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой Вместе с христианством. Восстановления не ожидаю, Восстановить некому. Для этого нужны мужи Духоносные, А ныне даже водящихся От счастья писаниями отцов, При объяснении их душевным разумом, Какого был отец Макарий Оптинский, Нет. Правда и ныне Некоторые разгоряченные верхогляды, Даже из светских, Берутся за поддержание монашества, Не понимая, Что оно Великая Божия тайна. Попытки таких людей Смешны и жалки. Они обличают Их глубокое неведение, И судей Божиих, И дела Божии. Тут президент даже поддерживает, Монастырь восстанавливает, Чтобы полы были С теплым обогревом У монахов. И сколько отдает? На один монастырь Два миллиарда рублей. Такие умницы и ревнители, Что не сделают они Все ко вреду. Надо покоряться Самым попущением Божиим, Как это прекрасно изложено В молитве святых трех отроков, Ввернутых в пещу, Вавилонскую. Надо знать существенно Нынешнее положение монастырей, Которые могут еще показаться Для верхоглядов местами спасения. По крайней мере, В избрании монастыря Должно быть Чрезвычайно осторожным И осмотрительным. Перед самым моим отъездом Из Потеряевки, Я пишу уже, Мы с вами долго стояли на улице, А то он пишет, Марьясов Александр Сергеевич, Стояли на улице В ожидании машины И беседовали. И одна из тем была Как раз о тех людях, Которые живут среди нас И ведут именно Монашеский образ жизни. А он больше похож на жертвенность. Жертвуют они всем Своей любовью к людям, Вниманием, Своей физической и духовной помощью. Они не безразличны Ко всем и ко всем, Во всем. Не деля людей На своих или чужих, Добрых или злых, При этом не ища Никакой корысти. Они просто так живут И любят Бога Именно через людей И свои плоды, Доброходства и благовестия. Я тогда долго ехал И размышлял до Барнаула, Какое было бы благо, Если бы все Вами рассказанное мне Было бы неотъемлемой частью Жития монаха В нашем современном мире. Ведь монашество Это не только облачение В черной одежде И уход в затвор. Это гораздо больше. А проехав с братьями Сергеем и Валерием Сергеем Пупковым И Валерием Сокольским По России, Мы заезжали в монастыри И увидели, Что монастыри нынче Просто развращены Духовным паломничеством, Которое, по сути, Ни к спасению, Ни к вере Не имеет отношения. А от одного монаха Услышал даже такое выражение О паломниках. Душевные попрошайки. Духовные туристы. У нас с вами есть знакомый монах. Это брат Сергей Козлов. Я знаю, что брат на своем поприще Сделал столько, Сколько не под силу многим Среди монашествующих. Есть много таких людей, Которые живут в миру, Отказавшись от него, Но своим христианским образом жизни Ломает его стереотип, Показывая, Что можно жить иначе. И быть счастливым. Просто они не любят, Когда о них говорят. Спаси и сохрани их, Господь. Галина Влеська. Да, Игнатий Тихонович, Найдет ли Христос невесту Свою церковь, Когда явится судичи живых и мертвых? Пришел плащ ко мне. Благодарю Бога, На службах стою и плащу, Слезы саби катятся. Ранее было так, но редко. Слава Христу. Теперь каждую службу слезоточу. Наши взаимные, Но разновесомые лепты В трудах на Ниве Христовой Принесут плоды верою. Из одного оставшегося праведника Бог помилует человека. Вот так и трудимся по Божьему плану. Вы, дорогой наставник, За веру и евангельскую жизнь свою Готовы положить к ногам Христа И не напрасно трудитесь. Сам воно из-за Ним На нашем приходе По-русски зазвучало Слово Божие. И наш настоятель на современном языке. В понятном Молится в алтаре. И на внешнем Приход постепенно Начинает обращать внимание И справляется. Юбочки допят, Платочки на голову. Вырвано же все почти с корнем. Моя-то бабушка На паспорте В двух платочках. А мы Это не спишешь Со счетов истории. Подбираем крохи Под столом Господнем. Можно и так выразиться. Те, то, что смогло выжить. Быстро Не получается. Это же живые люди. Не столбушки тесать. Без обидок. Работаем. Визитки ваши Всегда при мне. Служение людям Мое при больнице. И большинство людей На больничных койках Согласны с православием. И как детки Благовестию И нам радуются. Аминь. Андрей Рогачевский Отец Игнатий Печаль все это И причина одна Запечатано было Слово Божие Да благословит вас Господь Одно пахомие Видение Чего стоит Ну его видение Вот что он там В Орву Где были Вот Ну что Сказать Вчерашний день Приехал отец Иаким Я думаю Что он приедет Среди недели Приехал Видимо с Барабашом Игорем И Виктор Николаевич Я говорю А что это вы Виктор-то зайдет Да некуда А зачем приехал Зубы лечить А ты зачем Да мост у меня лопнул Где под машиной Да нет Во рту Что-то то ли давнул Или что Из-за чего Да плохой материал Видать был И батюшка побыл Обо всем поговорили Я говорю Давай я тебе запишу Как ты ездил Да нет Я приеду Буду рассказывать В субботу Там воскресенье Ну и тогда все расскажу Ну ладно Ушли И ни одного нету Не звонили больше Значит уехали Маленько погодя Игорь Барабаш приходит Стал спрашивать Неприятное Сказать Известие Как бы печальное Я говорю Ты весь урожай убрал Да нет Осталась гречка В поле еще У тебя немного А Женя долгов У него много осталось Я говорю Что Пшеница Едут такие колосья Все это в снег Поклонилась Ну а можно убрать Нет нельзя Оно легло Все уже под снегом Ой-ой-ой Что может убрать Ну подсолнухи Они высоко стоят Вот такое Известие Ну еще дальше Дома сижу Все тут Мусор вытащишь Младежа Васильевна Она золу выставляет Сходил Воды принес Голубям слазить Посмотреть Как они там И что Хочу домой принести Парочку держать Чтобы утром Барковали Но Хочу дождаться Никиту И с разрешения Их Володя разрешил И Никита Дал согласие Вот так Ну и показать Наши ресурсы Это вот Наш Мой мир Страница Где я в шапке Нигде с голубем И тут можно писать Спрашивать Про книги Спрашивают Книги Новый Завет Все спрашивают Трехтомник Ну и вот Отсюда-то я не знаю Можно нет Увидеть Сейчас я постараюсь Увидеть Вот Вот он где есть Трехтомник Полное толкование Нового Завета Полное С откровением Я посчитал По восьми параметрам Лучшее Самого хорошего В мире Толкование С откровением И дальше Даже Форум Вот большой Форум Я всегда Опускаюсь вниз Сюда Зелененькую Вот эту Давлю Сколько Вчера пришло Вчера было У нас Посетителей 455 Что-то последние дни Увеличилось С чем-то связано Не знаю с чем Где-то кто-то На меня сильно нападал Вот помню Дворкин напал Ровно в 20 раз Увеличилось Ну а потом Схлынуло Все На сайте Зарегистрировано 760 человек Новых за месяц 15 За неделю 5 И новые Зарегистрированные Ну и Что говорить 2824 день Форум открыт 1600 тем Это очень Большие темы Ну и наш Православный Видеоканал Вот сегодня Выставил Сейчас Посмотрю Что тут Пока Запись идет Вот Что тут такое Тигры Истребляют Собак Мстят Или За своих Меньших Что-то ошибка Буквы Х нету Меньше Вот 36 Как Приучить Породистого Кота Ну и Проще Такое События Дня Больше всех Набрало 677 Событие Видите Как Ну и Во свете Библии Православный Библейский Сайт Сейчас я беру Здесь 55 папок 4124 вопроса Ответа К слову сказать Ко мне заходит Артур Алехин И говорит Надо более подробно Вопросы Отвечать Чтобы было Я говорю Так вот и начинай Тогда заходи Бери вопросы И Особые Откроем Как Ну Темы Или что-то Там Я не знаю Как назвать Я подумал Назвать Нужно Видимо Так Вопросы От Артура Алехина Вот так Просто Понятно Где-то Ну и вот Десят Это государство Правители Вот Государство Правители Тут у меня Уже оно Маленько Подработано Я могу Взять Хотя бы Один вопрос Помаленьку Вытаскиваю Вопрос 2138 Восьмой том Открытым оком У меня Все тома Так называется Верите Верите Ли В искреннее Обращение Правителей Когда Вчера Еще Они Знать Не Желали Бога А Сегодня Стоят Со Свечками Ответ Чудо Может быть И тому Есть Примеры Но Как Они Обращаются Вот Президент У него Разные Народы Разные Веры У народов Но Он Им Отец Защита Гарант И Если Он За Одних То Другим Как Быть И Потому Он Такими Обтекаемыми Фразами Все Изрекает Что Его Все За Сво Признают А На самом Деле Он В делах Веры Несчастный Человек Ему Если Поистине Уверовал Нужно Сразу Сложить С Себя Все Полномочия И Уйти На Проповедь Миру Павлу Предстал Некий Муж Македонянин Прося Его И Говоря Приди Македонию И Помоги Нам Далее Беру Из Жития Святых Константин Император 21 Мая Кавычки И Вот Как Он Представляя Себя Покорным Орудием В руках Всевышнего Со Смирением Воздаёт Славу Одному Богу За Свои Успехи Двоеточие Не Будет Конечно Никакой Благодеяние Получил Он От Существа Всевышнего Я Всегда Об этом Говорю Никакой Гордости В этом И Нету Потому Что Все Это От Бога Ой Прям Умирает Когда Я Скажу Что Ездили Что Делали Я Твердо Веровал Прибавляет Он Что Всю Душу Свою Все Чем Дышу Все Что Только Существует В Глубине Моего Ума Все Я Обязан Принести Великому Богу Кавычки Закрыто Я С Константином Императором До единой Буковки Здесь Согласен И Всегда Так Говорю Не Прямо О Христе Говорит А Точно Так же Как И Сегодняшние Президенты О Некой Силе Существе Надмирном То есть Есть Нечто Вот Это Он Говорит Он От Существа Всевышнего Надо Сказать От Христа Я Так Говорю Так А Он Надмирном И Вот Тоже Проведение Гитлер Всевышняя Сила Гитлер Это Всегда Говорил Вопрос 2139 О Католиках Мы знаем Что они Поклонялись Папам И не знали Слово Божие И устроили Святую Инквизицию Унившую Жизнь 12 Миллионов Человек Миновала Ли Участь Эта Русскую Православную Церковь Это Мне Задают Вопросы А Я За Кафедрой Стою В Университете Ответ Христос Предупредил Что Кто Не Будет Ему Веровать И Не Будет Жить Духи Святым Участь Их Будет С Дьяволом Который Имеет В Себе Все Отрицательные Качества Какие Накопило Человечество От Него За Семь С Половиной Тысяч Лет Но Самые Характерные Признаки Дьявола Это Ложь И Убийство В Это же Он Втягивает Абсолютно Всех Своих Последователей Кто И Него И Своя Жвачка Иоанна 16 2 Изгонят Вас Из синагог Даже Наступает Время Когда Всякий Убивающий Вас Будет Думать Что Он Тем Служит Богу Филиппийцам 3 18 Ибо Многие О которых Я Часто Говорил Вам И Теперь Даже Со Слезами Говорю Поступают Как Враги Креста Христова 1 Тимофея 5 15 Ибо Некоторые 1 Коринфия 15 34 Отрезвитесь Как Должо И Не Грешите Ибо К стыду Вашему Скажу Некоторые Из Вас Не Знают Бога Ростислав 14 Марта Кавыч Вся Русская Иерархия Оказалась Под Запретом Климент Запретил Одну Группировку А Константин Другую Кирилл Туровский 28 Апреля Одобрил Казнь Епископа Феодора Белого Клобучка В 1169 Году Которого Казнили Отрезав Ему Уши Нос Лишили Глаз И тому Подобное Это Все Православное 2 Марта Арсений Суздальский Подобные же дела Ну Я думаю На сегодня Хватит